Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите обучающее видео с блога воронежского фрилансера truth-sety.ru В этом уроке я хотел бы рассказать, как установить на ваш компьютер локальный сервер Denver с последующей установкой на него блогового движка WordPress. Для начала, естественно, нам понадобится скачать сам локальный сервер Denver и движок WordPress. Для этого заходим на сайт Denver Можно просто набрать в поисковике Denver Заходим по первой ссылке Нажимаем на эту кнопку PHP версии 5.3 Нажимаем кнопку скачать Здесь вводим свой действующий email адрес Ваше имя, фамилию Это в принципе не обязательно, но email адрес обязательно И получаем ссылку на скачивание Далее заходим в свой ящик И вот оно письмо от Denver со ссылкой Ждем пока начнется скачивание Вот он наш файл Сохраняем Перенесу на обычай стол Так, ну, запускаем установку Идет распаковка первоначальная Далее, видите, открывается браузер Где нам, как бы, говорят, что мы хотим установить Вот, и для продолжения Открываем окошко И продолжается установка Нажимаем Enter Тут, как видите, все на русском А далее здесь вводим путь для нашего Denver Но на C диск я бы не стал ставить Я поставлю на диск D Так как C все-таки системный диск Ставим на D Адрес прописываем То есть вот такой же, как тут указан Только меняем букву диска нашего Нажимаем Enter У нас еще раз переспрашивают Конечно, подтверждаем Еще раз Enter Теперь букву виртуального диска Ну, в принципе, это не столь важно Можете любую выбрать Но я Z поставлю Все, еще раз нажимаем Enter Копируются файлы Так, вот здесь спрашивают Вариант загрузки виртуального диска Ну, лучше первый выбрать Так как он будет, как бы, диск сам При старте Windows Загружаться И спрашивают создатели ярлыки Рабочего столя Ну, давайте создадим Все, вот у нас Denver установился И нам говорят то, что Если вы пользуетесь скайпом Ну, скайпом многие пользуются Нужно отключить два порта В настройках скайпа Для этого Запускаете скайп Тогда скажу сразу При отключении портов этих Скайп никак не пострадает То есть будет все так же работать Открываем скайп Заходим в инструменты Настройки Потом дополнительно Вкладка соединения И просто убираем вот эту галку Использовать порты 80 и 443 В качестве входящих альтернативных Все сохраняем Давайте сразу выйдем из скайпа Все, так Это мы сделали Значит, вот они появились Ярлыки Нашего Сервера Так Значит Что мы делаем далее Теперь нам понадобится Естественно Чтобы установить Вордпресс Нам понадобится Сам дистрибутив Вордпресса Его я тоже Скачал Скачаю Точнее в данный момент Что такое С официального сайта Вордпресса Русскоязычного Переходим на сайт И вот По этой кнопке Скачиваем 3.5.1 Версию На рабочий стол Сохранили Так Здесь у нас все Как бы Так Далее При установке Денвер установился И создал папку Как вы помните На диске D Web Servers Далее Переходим в папку Home И вот здесь Создаете папку С желаемым Вашим доменом То есть Может вы уже Подобрали Домен Или Можете пока Примерно Какой-то Сделать Но я напишу Допустим Что-нибудь Вот такое MyBlock.ru И в этой папке Создаете Еще одну Папку С названием Тройной Дабл Так Теперь В эту папку Тройной Дабл И берем Наш архив Вордпресс Который мы Только что Скачали Распаковываем И переносим Вот эти файлы Из архива Вордпресс Не папку А сами файлы Выделяем их Можно копировать Перенести И в папку По пути Вебсервер Home Имя Вашего Блога Тройной Дабл Значит Вот они Файлы Наши Скопировались Так Теперь нам Необходимо Для того Чтобы установить Блог Нам нужно Создать Для него Базу Данных И пользователей Для этого Мы Запускаем Наш Локальный Сервер Нажимаем На значок Вот этот Start Denver Открываем Браузер И в адресной Строке Пишем Такое Слово Local Host Нажимаем Enter Вот он Запустился Наш Сервер Продвигаем Вниз Страничку И Щелкаем Вот по Этой Ссылке Проверка MySQL И PHP MyAdmin Попадаем В панель Управления PHP MyAdmin Далее Переходим По ссылке Пользователя И Выбираем Вот эту Ссылку Добавить Пользователя Здесь Пишите Имя Можете Своё Написать Латинскими Буквами Естественно Но я Напишу По названию Блога Сойдет Хостинг Выбирайте Из списка Локальный Либо Можете Просто Написать Local Host Пароль Пароль Задайте Естественно Сами Придумайте Какой Нибудь Далее Продвигайте Ниже Выбирайте Базу Данных Сразу Выбирайте Создать Базу Данных С именем Пользователя И Еще Немножко Ниже Убираем Отметить Все Глобальные Привилегии Для этого Пользователя И далее Соответственно Жмем Кнопку Убавления Пользователя Все Наш Пользователь Создан Давайте Перейдем Вот он Наш Пользователь Вот его База Данных Можем Теперь Далее Заниматься Установкой Блога Для этого Переходите В папку Тройной W Куда Вы только Что Скинули Все Ваши Файлы Водпресс И Ищите Вот такой Файл Вп Дефис Конфиг Дефис Сэмпл Нам Его Нужно Переименовать Для Этого Удаляем Вот эту Часть Названия Дефис Сэмпл Все У нас Получился Просто Файл Вп Дефис Конфиг Теперь Нам Нужно Его Отредактировать Но Можно Воспользоваться Простым Блокнотом Но Я советую Использовать Notepad Плюс Плюс Он Будет Приложен К Статье Моего Блога Архив С этим Файлом Открываем Наш Файл Вп Конфиг Для Редактирования И Вот В эти Поля Ну Тут Принцип Тоже Все По Русски Вот В эти Поля В кавычки Сюда Вводим Название База Данных Которую Мы Только Что Создали Далее Ниже Вводим Ими Пользователя Тоже Только Что Созданного Пользователя Пароль Который Вы Указали Все Осталось Только Сохранить Файл Конфигурационный Заполнили Теперь Уже Можем Переходить Непосредственно К установке Самого Вордпресс Закрываем Окошко Делаем Перезапуск Денвера То есть Вот этот Значок Запускаем Рестарт Денвера Все У нас Сервер Перезапустился Теперь Переходим В любой Браузер И Здесь В адресной Строке Набираем Просто У меня Уже Высветилось Название Вашего Блога И нажимаем Enter Все Вот она Пошла У нас Уже Установка Вордпресс Непосредственно Здесь Название Сайта Вводите Какое Вы желаете Имя Пользователя Можете Ввести Какое-то Своё Пароль Естественно Тоже Придумываете Далее Email Обязательно Тоже Действующий Какой-нибудь Указать Email Ну и Вот здесь Приватность Можете В принципе Если вы пока Делаете На компьютере Блог Или сайт Можете Вот эту Галочку Не ставить Но она Не помешает Тоже И всё Нажимаем Кнопку Установить Вордпресс Всё Нам пишет То что Вордпресс Установлен Нажимаем Кнопку Войти Соответственно Вводим Имя Пользователя И пароль Можно Запомнить Поставить Значёт Нажимаем Кнопку Войти Вот Как бы И вся Установка Вордпресс Вы Находитесь В админ Панели Можно Посмотреть Допустим Тему Оформления Наверняка Стандартные Только По вот Этой ссылке Вы можете Перейти На ваш Блог Вот мы Получили Рабочий Блог На вашем Локальном Компьютере И так На этом Урок Закончен До новых Встреч